Региональный оператор Который вводится на всей территории Российской Федерации На сегодня это так называемое Предприятие, которое отвечает За весь цикл от момента, когда Отходы образуются и до момента Пока куда-то они не исчезнут Либо не переработаются Либо не попадут на полигон То есть весь цикл от и до Региональный оператор создан В основном для того, чтобы Выставить логистику, применить Опыт передовой разных стран Ну например на сегодня Все весьма банально Берут мусор в одном месте в контейнерах И вываливают на землю Вот у регионального оператора в цепочке Появляется мусоросортировочная станция Либо завод Мы об этом еще детально поговорим Хочется узнать Как и когда ваша компания Стала оператором в Бурятии 14 мая 2018 года Были подведены итоги конкурса Заключено соглашение Между Министерством природных ресурсов Республики Бурятия как заказчиком И нашим предприятием Входящим в группу компаний «Кальянс» Что будет входить в ваши обязанности? Чем вы конкретно будете заниматься в Бурятии? Сбор и транспортирование Твердых коммунальных отходов Их обезвреживание, обеззараживание Захоронение на полигонах Соответственно возникает у населения Два новых Скажем составляющих Норматива в тарифе Это налог НДС Налог на добавленную стоимость 20% И плата за негативное воздействие На окружающую среду Так как отходы Производимое население Относится к четвертому классу опасности Это наша байкальская природная территория Этот налог берется в двойном размере В следующем году будет составлять 389 рублей за тонну Это очень серьезно И поэтому чем меньше отходов Мы будем захоранивать Тем меньше плата за негативное воздействие Впоследствии мы будем платить Цель регионального оператора Чтобы увеличивать долю Отсортированных отходов ежегодно Если мы например В 2019 году собираемся отсортировать 20% То в следующем году в 2020 Мы должны отсортировать не меньше чем 20% И так с повышающим коэффициентом Повлекая их в повторный оборот Все вторично материальные ресурсы Вот с того момента Как вы получили статус регионального оператора В мае этого года Что вы сделали за лето И за осень заканчивающуюся? На самом деле Более жаркого лета Чем это у нас еще не было Ровно 6 месяцев Мы изучали всю территорию Республики Бурятия Игорь Михайлович Вот вы получили статус в мае этого года Что с тех пор было вашей компанией сделано? Анна, более жаркого лета У нас не было за все 16 лет Сколько я этим занимаюсь Во-первых, мы несколько своих экипажей Снарядили и занялись изучением Территории Республики Бурятия Как отдаленных районов Так и приближенных Рядом с городом находящихся Это были группы экологического мониторинга Которые уезжали на местность Исследовали ее Устанавливали наличие свалок Снимали координаты Брали паспортизацию отходов Пробы И делали видеосъемки То есть мы поднимали квадрокоптеры Для того, чтобы понять Насколько местность замусорена Смотрели дороги, подъездные пути Откуда могут идти потоки Чтобы потом нашим экологам Все это выложить уже в схемах На полный объезд территории Республики Бурятия Ушло 4 месяца После этого 2 месяца была аналитика Она велась и на протяжении То есть время от времени поступали отчеты Их сразу анализировали Лето есть лето, а зима есть зима Поэтому лето мы все исследовали Проанализировали Сейчас мы в принципе понимаем Что такое территория Республики Бурятия Полностью во всех красках Если у нас в соглашении С Министерством природных ресурсов Было прописано 355 имеющихся свалок С которыми нам потом придется общаться А вы сколько обнаружили? То мы обнаружили чуть больше 800 И маленьких, и больших? Речь о маленьких не идет То есть маленькие это где-нибудь до 20 кубов Их даже в упоминании нет Мы старались фиксировать большие свалки И в основном Вот у нас в Республике 982 населенных пункта Если говорить, что их 982 То рядом с населенным пунктом Всегда существует свалка А то и 2, и 3 То есть предположить, сколько их в итоге Те, о которых вы говорите, маленьких Это будет тысячи 2, а то и больше А вот эти вот все стихийные свалки Около населенных пунктов Кто их будет убирать? Это тоже будет ваша обязанность Их утилизировать уже имеющиеся Давно лежащие, гниющие Около сел, поселков, деревень? То есть вы тоже обязуетесь Вот согласно этому закону О региональном операторе Вывести, отсортировать, убрать? Нет Это все подразделяется на два момента До нас и после нас Вот все, что мы входим И на 1 января видим Мы это фиксируем Все свалки на территории Это считается накопленным Экологическим ущербом И потом отдельно Ликвидируется за деньги Собственника земельного участка Механизм прост Можно так утрировать Мы находим свалку Описываем ее Устанавливаем собственник Собственнику даем представление Чтобы он убрал ее В течение 30 месяцев Но это будет какая-нибудь Поселковая администрация Нищая Вот это абсолютно точно Когда мы выходим Потом мы убираем ее Мы должны выставить кому-то Этот иск Как правило Собственником является Либо лесфонд Либо местная администрация Мы понимаем Что бюджеты дырявые Поэтому должно быть Какое-то дополнительное Субсидирование от государства На ликвидацию стихийных свалок Будет оно? Вот пока этот механизм Не будет определен Не будет ясности Зачем еще Банкет по-русски говоря В сюжетах Которые делали мои коллеги Из информационной службы Телеканала Не раз освещали Такую ситуацию Что у вас есть конфликт С мэрией Улан-Удэ Как сейчас у вас С ними дела Нашли ли вы консенсус И в чем собственно Была соль разногласий Да у нас не было Никакого конфликта с мэрией У нас были рабочие отношения Но нет Вы там не могли поделить Мусоросортировочные станции Там нечего делить Их две Они не запущены Десять лет Просто мэрия хотела Как можно дороже Их сдать в аренду А мы объясняли Что для того Чтобы сдать Имущество должно соответствовать Сдаваемого вида То есть тогда Привезти их в рабочее состояние Мы готовы Если у вас таких сил нет То давайте разделим За что будете отвечать Вы За что мы И быстренько вместе Сделаем ремонт станции В итоге все пришло к тому Что мы отвечаем За технологические линии Зависовые То есть восстановление Мэрия восстанавливает Имущественный комплекс В виде зданий И сооружений То есть подтягивает Тепло Меняет трубы Соответственно Меняет водонапорную башню Которая там существует Заделывает крышу Которая провалилась От времени Ну и еще много мелочей Которыми грузить Лишний раз мозг Вам не хватит В итоге у вас все Консенсус достигнут Рабочие отношения Абсолютно нормальные Нет никакого Ни раздора Ни разлада Все хорошо Подписаны ли договоры С компаниями-перевозчиками С теми организациями Которые будут вывозить Тонны отходов Отовсюду Или это все будет Силами вашей компании Мы говорим про Республику Бурятии Или про город Унулия Ну про Бурятию в целом Вся территория Республики Бурятия Разделена на три зоны Лучше начать Рассказывать Наверное с конца Третья зона Это все что выходит К Монголии То есть Кяхтинский Селингинский Закаминский Джидинский район Четыре района Дальше вторая зона Это все что выходит К Прибайкалью Курумканский Прибайкальский Баргузинский И Кабанский район Все оставшиеся 15 районов И город Унулия Это первая зона То есть в нее Входят и такие отдаленные Как Баунтовский Яравнинский Муйский Севербайкальский Акинский Тункинский Это все первая зона Ну и город УНД Соответственно в ней Принцип таков Что тариф Единый для всей зоны То есть например Для первой зоны 665 рублей за куб Для второй Он был выше Но мы его приравняли К тарифу первой зоны Пытаемся вывести На эти цифры Потому что Огромная составляющая Инвестиционная Которая присутствовала В тарифе второй зоны Ее просто некуда реализовывать В зоне При Байкалье Строить ничего нельзя По сути дела Поэтому мы решили Жителям Тариф уравнять Инвестиционную составляющую По зоне срезать Но тем не менее Она осталась Все равно 27% От 45% Построить решено Но там мусороперегрузочную Станцию С сортировкой Поэтому вот такая история А у нас ведь там В Кабанском районе Около Сухой Если я не ошибаюсь Есть мусоросортировочная Станция Которая Не работает Вы знаете что-нибудь О ней? Да, конечно Там создавался В свое время Так называемый Кластер Целотуристический Подлиморье Единый имущественный Комплекс Который строился Включаяся Станция мусороперегрузки Порядка 117 Контейнеров Емкостью 0,75 куба 16 кузовов Большой вместимости Для системы Мультилифт И 27 Контейнерных площадок Установленных В сухой Впоследствии 27 площадок Установленных В сухой Сделанных В сухой Точнее Построенных Перешли на баланс Минамущества Все остальное Было сдано В аренду Предпринимателю Я был там Две недели назад Вот за все время Сколько это имущество Там стоит Там даже царапин Нет на имущество То есть он по сути Не работает Его вообще не используют Это я могу сказать Лично Видя это А вам эта станция Пригодилась Безусловно Это настоящий саботаж Я бы на месте Минприроды Или Минимущества Давно эту станцию Забрал От нерадивого Использователя И передал в руки Чтобы пользовался Либо муниципалитет Либо региональный пират Иначе они просят Забрать площадки На которых нет Контейнеров Они лежат На этой перегрузочной станции В итоге все завалено А вам самим техники Хватает Что есть у вашей компании В данном случае Мы обсуждали Как можно подстраховать Республику Бурятия Во многих муниципалитетах Мусор вообще не вывозится Особенно на северных территориях А почему там не вывозится? Либо тарифы высокие Ну во-первых Техника есть техника Когда выходишь на морозе В 55 градусов То работает все очень плохо У нас Когда мы используем В Иркутской области Уже такие тоже районы есть Мы заливаем спецмасла Подготовлены спецшланги То есть Синяя полоска Для гидравлики Чтобы их не рвало То есть Техника должна быть подготовлена В итоге Когда мы вышли на территорию Например Муйского района Или Баунтовского Те тарифы С которой мы там столкнулись Они просто возмущают 1800 рублей за кубический метр Вывоз мусора В ОНД 185 рублей В 10 раз В 10 раз тариф был выше То, что сейчас Мы должны возить на едином тарифе Уравнивать территории Например Баунтовского района Муйского И ОНД Но это не потому Что в ОНД платят За северный район А потому что В ОНД густо заселенный район И тариф идет Это распределенная На всю зону Там единая инвестсоставляющая Единый налог Единая стоимость На захоронение Но как мы понимаем В северных районах Полигоны сложнее строить Наверное От этого надо плясать Но к вопросу о технике Есть она у вас или нет? Да, безусловно Там где Где она стоит Где она будет базироваться? Так как мы являемся Одной из трех Крупнейших компаний Иркутской области То мы пришли сюда Не с пустыми руками Когда мы входили на конкурс То в конкурсе Было задание Где было расписано Какая машина Какой емкости Что она может делать В каком режиме работать Поэтому это было базовым В решении Вопроса по конкурсу Сейчас Когда мы зашли на территорию Провели мониторинг Наши логисты Отстыковали графики Посмотрели Сколько нужно техники На самом деле Техника Использовавшаяся здесь На территории Республики Баряти Очень старая Где-то сельхоз телегами возили Где-то тракторами Где-то даже погрузчиками У нас в основном КамАЗы все идут Большой емкости То есть мы если заходим В муниципалитет То забираем в один Мусоровоз 95 контейнеров По 0,75 куба Такая техника есть И в самом Мало Поэтому войдя в районы Мы выполнили поручение Голой республики Который сказал Что ребят Вы можете что угодно Просчитывать Но сохраните нам Пожалуйста Тех кто работает В этой области То есть люди Не должны остаться Без работы Приобщайте Давайте им свою технику Усиливайте Где-то и как-то Вы их примете на работу? Да В ряде районов Мы принимаем людей Пересаживаем на свою технику Где-то мы используем Их технику Ну вот Приехали в Курумкан Там Сын с отцом Занимается вывозом мусора Большая хвала Местному главе Который организовал Все нужным образом И буквально карточку Со своей машины Отдал для заправки Мусоровоза Чтобы возились там Ну люди говорят Мы не будем садиться На КамАЗ Мы вот работали На двух своих газончиков Мы так и будем работать Поэтому есть такие ситуации Игорь Михайлович Расскажите Как будет Происходить Вот вывоз мусора Вот на станции Ну в частности В Улан-Удэ Будет ли мусоросортировка Будет ли мусоропереработка Чем вы будете заниматься Вот вы вывезли машину Также она упала На полигон Переполненный В Ахмистрово Или Будет сортировка И последующая Может быть вторпереработка Как будет процесс происходить Основная особенность Появления регионального оператора Это в том Что нельзя захоранивать Со следующего года Законодательно Отходы без предварительной сортировки То есть все полезные фракции Стекло Полиэтилен Картон ПЭД Должны Выделяться Из состава Мусора И также захораниваться Или можно их отвезти на переработку У нас несколько компаний Занимающихся переработкой Абсолютно точно Сама отвожу И поэтому для меня Это очень важный вопрос Будете ли вы отвозить Тем людям Которые готовы Переработать Получить Новые Наша компания Изначально начинала С того Что в 2002 году Мы появились Уже в 2004 году Будучи в Иркутской области Мы организовали Селективный сбор От всех торговых сетей То есть понимая Что отходы Несут за собой Еще и доходы Мы попытались Разделить все на два потока Пришли в торговые сети И предложили Вывозить мусор Как реально мусор А отходы упаковки Забирать Как отходы упаковки Дальше мы с ними занимались Прессовали Чистили И отправляли на комбинат От Иркутской области До Новолтайска 2200 километров Возили фурами И это на сегодня Было выгодно В Бурятии Как это будет происходить? Чуть сложнее Потому что Бурятия Конечно подальше От всех центров переработки Но тем не менее Логистику мы готовы Применить свою Отработанную уже на протяжении Более 14 лет Опыт тоже Может быть будете готовы Сдавать нашим местным предпринимателям Которым я еще раз повторюсь Занимаются переработкой И стекло И целлофан И все такое Я бы хотел вас расстроить Из ваших предпринимателей Кто что-то реально перерабатывает Я знаю только одного Который работал в Джидинском районе И делал плитку Артем Беломестов Да На сегодня Это единственный переработчик Который что-то делал Мы проводили мониторинг И смотрели Картон у вас Никто не перерабатывает Даже в обычной ячейке Клеится И со всем остальным Точно так же Поэтому все нужно транспортировать Отсюда Стекло перерабатывают На сегодня От вас ближайшее Отсюда Это Хабаровск Стекло До города Хабаровска Нужно вывозить Мы сейчас в одном округе Федеральном Может быть будет чуть дешевле Игорь Михайлович Наш полигон В поселке Вахмистрово Он просто уже Под завязку Как вы будете решать Этот вопрос Ну сколько туда можно Уже бросать Складировать Там уже некуда Класть мусор Будут ли строиться Новые полигоны Или это вообще Не входит в вашу Компетенцию Ваши обязанности И будут ли какие-то Полигоны по республике Строиться Там где это возможно Там где Нет Байкала И центральной экологической зоны Изначально Мы сели И распределили Кто чем будет заниматься Например Министерство природных ресурсов Как нас ЖК Они вошли в определенные программы Где идет финансирование От федерации На строительство мусора Мусорных заводов Либо полигонов Так вот договорились Что полигонами занимается Республика Так как они уже вошли В разного рода программы Прервать финансирование На разных стадиях Нет никакого смысла А вот всем Что связано с инфраструктурой Со сбором С переработкой С сортировкой Занимаемся мы сами Поэтому Из-за этого И были изначально Сложные отношения с городом Вахмистрово Это только лишь часть Единого имущественного комплекса В состав комплекса Входит два мусоросортировочных завода Называется МСС-1 И МСС-2 Вот один рядышком стоит С полигоном Вахмистрова Второй где На стрелке Так вот Мощность завода Который больше на стрелке До 80 тысяч тонн Отходов в год На мощность того Что стоит рядом с полигоном 40 тысяч тонн Отходов в год Весь объем Образующихся отходов От ОНУД 150 тысяч тонн То есть в принципе Мощности заводов Чуть-чуть не хватает Но нужно говорить о том Что в ОНУД образуется Около 10% Это строительный мусор И твердые коммунальные отходы В виде крупногабаритного Это все выходит Дальше большой состав Количественный Это примерно 40% Органические отходы Так вот если с органическими отходами Начинать работать До сортировки То мы по сути дела Увеличиваем мощность На 40% Что значит работать С пищевыми отходами с органик Нам в начале На МСС-2 Установлен так называемый Барабанный грохот Он позволяет отсеивать фракции Которые естественно падают вниз Их собирают Обрабатывают Вот это есть в основном органика На МСС-1 Две мощных линии И вот такого рода Грохотов барабанных Просто нет Поэтому мы их докупаем Устанавливаем Запускаем Тем самым повышаем Скажем так Мощность Первого завода Где-то до 100 тысяч Тонн в год Этого уже хватает Чтобы перерабатывать Ну и сейчас По схеме Территориальной Согласно которой Мы идем и работаем На эти МСС Должны завозиться Еще мощности Торбогатайского района И Волгинского Вы говорите о том Что вы что-то докупили То есть ваша компания Уже серьезно вложилась В эти мусоросортировочные станции Ну серьезно потратились Когда мы зашли Первое что мы сделали с городом Это обошли добросовестно Почти полтора месяца ходили И изучили что же не так Что нужно восстанавливать Когда город взял на себя часть обязанностей Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение То есть то что связано с комплексом Мы взяли на себя технологические линии Крескоса Здание весовых С весовыми Пришлось полностью менять Это огромное вложение Нам они войдутся примерно 2 миллиона 200 тысяч На двух МСС Восстановление линий Технологически На МСС1 и МСС2 Это еще порядка 3,5 миллионов Но это при предварительном Рассмотрении Потому что Ну например Когда машину ремонтируют Пишут Возможность Крытый дефект Так вот Когда мы запустим Эти мусорно-сортировочные заводы То с них начнет Валиться и сыпаться Я думаю Еще столько же Придется в них вложить Игорь Михайлович Какие-нибудь Современные технологии Утилизации отходов Будут применены Вашей компании? Насколько они безопасны? Насколько они Будут использоваться Вашей компании? Я думаю Потому что В начале нашей беседы Вы сказали Что региональный оператор Это та компания Которая будет применять В том числе Современные методы утилизации Что будет у вас? Слово утилизация Это словно переработка Нет такого момента Захоронения Это утилизация Поэтому утилизация Это то Во что и как мы Собираемся Переработать мусор Так вот Весь поток отходов Который сегодня Идет на полигон Нами предложено Разделить на 4 составляющие Одна из них Это крупногабаритные отходы Которые На мусоросортировку Возиться не будут То есть Они как шли на полигон Так и будут идти Ну например Какой-нибудь старый диван Или телевизор Старый диван Или телевизор Или еще что-нибудь Что связано Унитаз например От ремонта и прочее Перерабатывать их Нет никакого смысла Поэтому этот поток Сохраняется А вот Три оставшихся Они довольно-таки Интересны Весь оставшийся мусор 90% ТК Попадает На мусоросортировочный Завод Например Первая часть Отсеивается На барабанных грохотов В виде пищевых отходов И органики Это порядка 40% Цифра очень значимая И обрабатывается Специальным препаратом Который называется Ну Пременекс Если это кому-то Что-то говорит Это биобактерии Которые способны Раскладывать Органические вещества Могу об этом Рассказать подробнее Если это интересно Препарат опробован На полигоне В городе Лон-Удэ На полигоне В Балашихе Подмосковье Подвигон Новый свет Эко В Санкт-Петербурге Есть положительный опыт Положительные работки Суть в том Что он превращает Органику В так называемую Почвогрунт То есть удобрения И на полигоны Захораниваться Уже не будет Итого Мы уже из 100% Из 90% Имеем 50% Дальше Расщепление идет На линии Вот на линии Мы собираемся Отсортировать 25% Максимум 27% Это то Что можно вовлечь В повторный оборот И 25% Будет захораниваться И 25-30% Но мы же не можем Говорить в точных цифрах Мы предполагаем Из опыта работы Мы предполагаем Захоранивать Сейчас 100% Сейчас 100% Идет на полигон Когда мы говорим О том Что полигон И две мусоросортировочных станции Строились Как единый Имущественный комплекс То предполагалось Что на сортировках Будет минимизироваться Поток И потом поступать Уже грубо говоря Половина Треть на полигон Так как полигон Работал Со стопроцентными Отходами Он и закончился Быстро Ну как сейчас Куда вам сейчас Класть Пока туда же Куда складывают То есть Ресурсность полигона Вахмистрова Позволит Ну еще год На нем отработать Если мы поток Собьем резко То за это время Удастся построить Рядом полигон Республика Понимая значимость Этого проекта Уже запросила Участок 8,5 гектаров Подготавливает проект Все это будет идти В ускоренном режиме Я думаю Что все успеем Игорь Михайлович Каков будет тариф Примерно Я знаю Что он достаточно Высок Чем это Обосновывается Какие расчеты Были применены Вами Слово тариф Составляющая Надо понимать Что такое тариф Все спрашивают Только тариф Тариф Это не больше Чем купюра Которая будет Нарисована Нужно понимать Что сегодня Тариф Начинается с того Что невозможно Дальше существовать Как мы существуем Заходишь в лес За грибами Запинаешься В бутылки Идешь по мусору Созрела ситуация Когда с ним Пора заниматься И государство Это понял Поэтому и тариф На сегодня Будет чуть выше Чем существующий Значительно выше Слово значительно Я бы не применял Смотря о чем говорить Например В тарифе 20% НДС Как я раньше говорил Это пятая часть тарифа Это налог государству Который теперь Платят жители Вторая составляющая Большая Это плата За негативное воздействие На коже Это тоже идет в бюджет Это тоже пойдет в бюджет Но это стимулирующая мера Если мы будем захоранивать В землю меньше То и плата За негативное воздействие Будет соответственно Уплачиваться меньше А как поймет государство Что вот я меньше А вот мой сосед больше Тут есть Одна интересная тонкость Управляющие компании Например Имеют два норматива Они могут вывозить Ну если принимается решение По нормативу То есть как сейчас По постановлению 502 Там можно найти все Постановление Республики Бурятия Кто сколько производит Каких отходов Оно конечно высечено в варианте То есть для Иркутской области Оно в 4 раза больше Страниц в этом постановлении То есть расписано более детально В Бурятии поменьше Но есть где количество страниц Например доходит до 18 То есть настолько детально Отрабатывают все это Здесь у нас в Бурятии попроще Но тем не менее Каждый может себя там найти Ну то есть вот в этом В этих 100% тарифа 40 мы платим государству Ну нет Не 40 20% в чистом виде И 44 рубля с каждого куба Если В общем выражении То это где-то 35% Ну тариф будет больше 100 рублей За каждого прописанного Я правильно понимаю? Предполагается 110 Для многоквартирных домов И 125 Для индивидуальных живых Для ИЖС По третьей зоне Он предполагается ниже Точные цифры пока неизвестны Идет согласование Будет РСТ утверждать? Да конечно Республиканская служба по тарифам Очень детально подходит к вопросу Тариф должен быть утвержден До 20 декабря Это предельная дата его утверждения Игорь Михайлович Последний вопрос Как вы собираетесь вовлекать жителей В раздельный сбор мусора? Надеетесь ли вы на помощь Осознанных людей Которые будут сортировать? Что нужно делать Чтобы люди наконец поняли Что Нужно меньше Сорить Меньше Быть может даже покупать продуктов В упаковке И отказываться на Кассе От пакета Не надо ничего этого Как же? Я думаю Что заставить население На сегодня сортировать что-то Можно единиц Опыт начался Ну с Кипра Скажем Там когда поняли Что бесполезно Что-то вывозить Со островного государства Стали внедрять технологии Переработки И скажем Глубокой сортировки На сегодня На мусоросортировочном заводе Кипрском 98% Сортировывается То что у нас сейчас Здесь предполагается Это ручная сортировка Со временем Нужно завозить И устанавливать Дополнительные модули Называются Они оптические сканеры Они позволяют В автоматическом режиме Распознавать то Что идет По транспортерной ленте И отсеивают На нужное Ненужное Количество На отбор Сразу увеличивается То есть Полезность Очевидна Сам по себе Модуль стоит На сегодняшний Где-то порядка 70 тысяч евро Будете покупать В будущем Безусловно Но он идет Каждый на линии То есть Если у нас идет На МСС две линии То их надо два Но кроме того Надо доукомплектовать Металл отделителями Потому что их нет Они рвут линии Если металл не отделить Там много узлов Которые нужно Просто доукомплектовать В тот момент Когда заводы ставились Это было Непопулярно А сейчас Технологии совершенствуют Сейчас не стоит на месте Поэтому Я думаю Что у нас До нового года Все получается Но в тариф Включить сейчас Мусоросортировку Мы не можем Для этого Чтобы завод работал Пустить его Не в тестовом А в полную нагрузку Иначе Представьте ситуацию Мы запустим завод Заведем туда Потоки машин А он взял И сломался И куда мы Эти потоки машин Будем девать Потому что сначала Мы его отрегулируем Отрепетируем Получим нормальные документы Тариф Получим лицензии На данный вид деятельности На этом объект И только потом Когда будет 100% готовность Мы сможем показать Это чудо народу Игорь Михайлович Мы уже в январских платежках Увидим новую графу Как она будет называться? Заобращение с твердыми Коммунальными отходами При этом две строчки Из этих квитанций Должны уйти Содержание контейнерных площадок Оно уходит в общедомовые расходы И вывоз мусора Который сейчас Прописывается С квадратного метра При этом Многие возмущаются Почему с квадратного метра Там же может жить 18 человек На одной квартире А может двое А берется одинаково Поэтому государство Пошло по принципу Вот с каждой живой души Прописанной в этой квартире Взымаются деньги Причем не важно Двухлетний этот ребенок Или семидесятилетний человек От кого отходов больше Риторический вопрос Все время задают Вычислили среднюю составляющую Провели исследование На протяжении четырех сезонов В течение года Исследуют Где сколько мусора Потом усредняют данные Соответственно Их публикуют И применяют Игорь Михайлович Время нашей программы Подошло к концу Спасибо, что вы пришли Все объяснили Это была программа Актуальная тема Всего доброго И до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok